Вечером 26 сентября в Брестский Свято-Рождественский Богородицкий женский монастырь прибыл ковчег с частицами мощей святой преподобной Ефросинии Московской. С колокольным звоном и песнопением его встретила настоятельница монастыря с сестрами. Святая Ефросиния Московская была супругой князя Дмитрия Донского, того самого человека, который положил начало освобождения Руси от монголо-татарского ига. После смерти своего мужа, которое достаточно случилось после Куликовской битвы, княгиня стала, по сути, управлять государством некоторое время. Поэтому святая является примером того, что в миру, исполняя высокие послушания, находясь на высоком посту, можно находить время для духовного и при этом стать святой и подавать правильный пример людям. Наш маршрут начался с Минска, практически покрывает всю Республику Беларусь по благословению Вестейшего Патриарха Московской в Северуси Кирилла и митрополита Минского Вениамина. Мы, по сути, совершаем круг по часовой стрелке, начиная с Луцка, Борисова, Могилева и заканчивая Витебском. Мы объезжаем все города, то есть я думаю, что можно на сайте епархии ознакомиться с расписанием, где и как будут находиться мощи, потому что везде все по-разному, но в основном мощи находятся во благословении Экзарха в монастырях. Подвижница Ефросиния отошла к Господу в 1407 году. На протяжении веков у ее гробницы происходили чудесные исцеления. Неоднократно сама собой возгорала стоящая рядом свеча. Православные верующие с особым почитанием спешат поклониться святой и просят у нее заступничества перед Богом. Сегодня великий двунадесятый праздник воздвижения креста Господня. Совершается он в память обретения креста, который царица Елена раскапывается на Иерусалиме, на святом месте, где был распят Господь, где были брошены кресты после распятия. То есть она узнала, где это находилось, потихонечку сделали раскопки, нашли три креста. Как-то так вот случилось, что к этому празднику, в этот такой замечательный день, в прекрасной погоде, прибыли мощи преподобной Ефросинии Московской. Великое дело, когда святыни посещают разные, с разных мест. Мы как бы обогащаемся, мы узнаем больше о наших святых покровителях нашей земли, то есть разных краев нашей земли, то есть Русской Православной Церкви. Духовный подвиг Ефросинии Московской свидетельствует о том, что ни богатство, ни высокое общественное положение, ни семейные узы не могут быть препятствием служению Богу и своему Отечеству. Большой любовью к Святой Церкви и Родине горела душа святой. Юная княгиня непрестанно молилась о родной земле и просила у Бога ее сохранить. Чудесно, что сегодня предоставилась возможность, такой прекрасный день, крестовозвижение, прикоснуться к святыне, святой преподобной Ефросинии Московской. Сегодня были доставлены мощи. Очень благодатно, чудесно, радостно, что Господь сподобил прикоснуться к всей святыне, может быть, даже раз в жизни. Чувствуешь благодать Духа Святого, радостно на душе становится после прикосновения к такой великой святыне, как бы чудесно и радостно. Преподобная Ефросиния, великая княгиня Московская, соединила подвиг гражданского служения своему народу и родной земле с монашеским подвигом, восстанавливая царское достоинство. Святая явилась великой радостью для всего православного мира. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.